После смерти Тиграна Великого в 55 году до н.э. Армения оказалась в сложном геополитическом положении. К этому моменту римляне уже поглотили существенную часть Малой Азии и бывшее владение Тиграна Великого на Ближнем Востоке. Все шло к прогнозируемому и ожидаемому столкновению с мощной парфянской державой. В такой ситуации политика нейтралитета, наиболее благоприятная для Армении, никак не устраивала ни одну из двух держав. Обе ожидали от Армении участия в их военных походах, в чем видели залог своего будущего успеха. Тем временем, в 60-м году до н.э. в Риме возник первый триумвират, то есть политический союз трех наиболее могущественных римлян – Юлия Цезаря, Гнея Помпея и Марка Красса. И если у Цезаря и Помпея были цели завоевания Галлии и Испании, то Красс стремился к богатствам древнего и богатейшего Востока. Ранее он жестоко подавил восстание Спартака и теперь жаждал разграбить Парфию и, по примеру Александра Македонского, мечтал дойти до Индии. Итак, в 54-м году до н.э. Красс прибывает в Сирию, где встречается со своим союзником, армянским царем Артаваздом II. Артавазд был сыном Тиграна Великого и, согласно договору от 66-го года до н.э., был обязан поддержать военные походы союзника. Красс отверг предложение Парфя на мире и самоуверенно начал усиленно готовиться к наступлению. Артавазд, как союзник Рима, был готов предоставить огромное войско в 10 тысяч всадников и 30 тысяч пехотинцев, но с одним условием. Просчитав силы и прекрасно владея географией армянского Нагорья, он понимал, что наступать лучше по южным гористым районам Армении, а не по Месопотамским равнинам, благоприятным для действия сильной парфянской конницы. Тем самым Артавазд хотел оградить Армению от ответного удара Парфян. Красс, однако, не внял совет у армянского царя и в 53-м году до н.э. начал наступление. Артавазд же вернулся в Армению, отстранившись от участия в гибельной экспедиции. В ответ на агрессию Красса Армения, как и предполагал Артавазд, сразу же была наводнена парфянскими войсками во главе с царем Ородом, который угрожал расправой жителям Армении. Артавазд был вынужден пойти на соглашение с Парфией и заключить с ней союз. Однако основные силы парфян пошли навстречу Крассу, и в 53-м году до н.э. произошло судьбоносное сражение, которое с ужасом вспоминало несколько поколений римлян. Римская армия была наголову разгромлена, а сам Красс спал на поле боя. В насмешку над проводившимися традиционно триумфальными шествиями в Риме парфяне устроили потешный триумф, а голову Красса отправили с гонцом царю Ороду. Согласно Плутарху, голову Красса отправили Ороду, который в знак победы над Римом пировал вместе с армянским царем в армянской столице Арташат. Голова Красса была торжественно вынесена актерами на сцену перед Артаваздом, Ородом и придворными во время театральной постановки трагедии Еврипида в Акханке. Это был очевидный позор для славного римского оружия, уже покорившего огромные пространства от Европы до Азии. К этому времени гражданская война в Риме закончилась победой Цезаря, который планировал поход на восток. Однако убийство Цезаря в 1944 году избавило Парфию и Армению от опасности. Новая гражданская война, теперь уже между цезарианцами, Октавианом и Антонием, вновь связала руки римлянам. Антоний претендовал на восточные владения Рима, и его плацдармом стал Египет. Антоний женился на Клеопатре и в 1939 году начал наступление на Парфию. Безусловно, желанным союзником для него была Армения, в лице Артавазда II. Но в этот раз римляне вняли советом армянского царя и начали наступление через Армению. Войско Антония состояло из 100 тысяч воинов и большого количества осадной техники. Начав успешно совместно с армянскими войсками поход, Антоний, однако, допустил роковую ошибку. Он желал скорее завладеть Атропотеной и форсировал основные войска. Осада затянулась, а тем временем Парфяне, воспользовавшись моментом, напали и уничтожили оставшиеся легионы и всю осадную технику. Это событие заставило Артавазда решительно отстраниться от безнадежного и ставшего очень опасным похода и отозвать армянские войска. Будучи не в состоянии вступить в битву с приближающимися парфянскими войсками, Антоний был вынужден начать отступление, которое, тем не менее, стоило римлянам огромных потерь в десятки тысяч легионеров. Антоний посчитал виновным Артавазда, хотя тот прикрывал его отступление. Растерянный Антоний отправился в Александрию к царице Клеопатрию. Желая отомстить армянскому царю, Антоний сделал несколько попыток заманить Артавазда к себе, но тщетно. Артаваст был опытным политиком и не поехал на верную гибель. Тогда Антоний решил отомстить самой Армении и направил туда войска. Увидев огромное войско, подходящее к стенам Арташата, Артавазда ради спасения своего населения был вынужден явиться к Антонию. Антоний же заковал Артавазда в цепи и увез с собой в Египет. После устроенного в 34 году до н.э. в Александрии триумфального шествия по случаю его победы над Арменией, он подарил закованного в золотые цепи царя Клеопатрию. Однако армянский царь до последнего сохранял достоинство перед своей страной и народом и не преклонился перед захватчиками. Как с восхищением вспоминают античные авторы, благородство и мужество армянского царя привели Клеопатру в бешенство, которое приказало его казнить. В Армении тем временем росло сопротивление. Арташес II, сын Артавазда II, начал борьбу с римлянами, но, потерпев поражение, бежал в Парфию и выступил оттуда совместно с парфянскими войсками, освободив Армению от римских войск. Таким образом, в 30-м году до н.э. Арташес утвердился на престоле. В годы правления Арташеса II Армения не была втянута в войны, и это было время мирного и спокойного существования для Армении. Но геополитическая ситуация лишь усложнилась, так как на Западе была провозглашена Римская империя. Субтитры создавал DimaTorzok